мы снова студии уважаемые коллеги продолжается наша онлайн-конференция новой звезды рф час 2 кстати сегодня много раз повторял слова через два почему потому что мы в декабре уже проводили первую конференцию которая посвящена этим методикам выступал наш коллега из италии матео третти климентоне кому интересно на сайте можно найти ссылку на страницу конференции посмотреть записи что мы говорим на этой конференции я представить вам ксению коротких это моя коллега тоже врач-дерматолог дерматовенеролог косметолог клиника академии косметологии premium aesthetics учебный центр longevity точно так же как и катерина ильялова она работает вместе со мной и сейчас мы вам будем показывать мастер-класс использование двух наших аппаратов справа от меня и катерина будет работать на аппарате режима плюс слева от меня ксения будет работать на аппарате divine pro а итак начинаем начнем с меня сегодня я буду выполнять процедуру на двух с двумя методиками сначала у нас будут процедуры триполяр это не инвазивный рф разогрев кожи наша пациентка имеет сразу несколько проблем это и рубцы пост акне и неровный тон лица и уже возрастные изменения есть морщины и есть потеря тургора кожи и наши процедуры мы хотим сначала первым этапом сделать глубокий хороший разогрев получить эффект лифтинга и с другой стороны получить стимуляцию коллагена для того чтобы стимулировать атрофические рубцы и затем следом я сразу же выполню второй этап процедуры это использование уже игольчатого рф я буду использовать длинные иглы 1 миллиметр это наконечник ген 36 для того чтобы провести такую опять же глубокую стимуляцию чтобы выровнять рубцы чтобы улучшить качество кожи туркар кожи и цвет лица и так первым этапом это мы делаем рф лифтинг я выставила параметры процедуры и я включила методику когда мы будем проводить процедуру и при этом я включила также не стимуляцию и сейчас на как у вас ощущение всегда спрашиваем ощущение пациент ощущение немного до тепло и как движение движение то есть у нас есть такая не мышечная стимуляция сейчас могу немножко усилить ее и при этом смотрите у меня всегда есть температура о чем я говорил у меня температура и на экране и температура на рукоятке вот здесь на рукоятке видите кран да на котором когда вы достигаете терапевтической температуры начинается она отображаться эта температура и потом когда сколько нужно градусов достигнуть когда аппарат отключается чтобы аппарат отключился он отключается при температуре сорок шесть целых одна десятая градуса но мы на самом деле так конечно не разогреваем обычно мы разогреваем 39 40 41 42 43 градуса и работаем но это очень удобно потому что чувствительность у всех разная и все люди на нагрев реагируют по-разному одно из противопоказаний вообще к процедурам реф это нарушение или потери чувствительности потому что мы никак не можем сказать насколько сильно кожа нагрелась внутри у нас нет градусник который можем внутрь кожи вставить поэтому здесь мы смотрим всегда на реакцию пациента они каждый пациент может нам сказать что ему больно если у него потери чувствительности и вот видите пациент говорит что как бы тепло но тем не менее если у нас есть на этом аппарате пациент с нарушением или потери чувствительность мы все равно его не сможем обжечь потому что мы будем контролировать температуру поверхности кожи а нам аппарат и показывает я еще прошу обращу внимание ваше на то как рукоятку устроена вот те кто знает аппарат максимус распространенные тут уже на рукоятка другую эргономику намного другую в принципе эргономику имеет ее по-другому доктор держит и процедура проходит более удобно вот а теперь мы переместимся сюда ксении ксении что у вас происходит процедуру инвазивно-фракционного радиочастотного воздействия и для начала мы взяли иглы джен 36 это глубина игл 600 микрон и у нас вот есть не запечатанные иглы это иглы для поверхностного воздействия то есть первый этап мы работаем сейчас с дерми и лишь курьтесь пожалуйста да у нас есть показания у нас есть морщинки мы поработаем со структурой кожи а потом если мы приблизим камеру то можно увидеть поверхностной дисхромии пигментацию с этой проблемой справиться поверхностные иглы для эпидермального воздействия это будет следующий этап поэтому мы проработаем здесь как бы два этажа кожи более глубоко а потом более поверхностно мы уже начали проводить процедуру если посмотрите с необработанной стороной да у нас есть разница необработанная и щечка есть демаркации есть гиперемия и по ощущениям можем спросить у нашего пациента или поделись тёплые волки проникают внутрь интересные ощущения ты можешь сравнить какой-то другой аппаратной процедуры ну там с IPL например у тебя же есть опыт с М22 намного комфортно без анестезии вот сейчас мы делаем без анестезии комфортно а ксения ты на рукоятке нажимаешь кнопку каждый раз да я специально развернула для наших телезрителей вот здесь зеленый индикатор нет никакого воздействия во время того как я нажимаю кнопочку загорается голубым индикатором и он не гаснет до момента пока не закончится длительность импульса да то есть он сам не подает во-первых рукоятка еще и вибрирует дополнительно то есть не только я могу визуально увидеть но я еще по ощущениям в самой рукоятке да то есть вот он сейчас говорит зеленый индикатор да во время нажатия по вы можете вы не видеть вот загорается и вот как только гаснет голубой индикатор я переставляю тут еще секрет в чем секрет комфорта этих процедур в том что используются горячие иглы то есть когда ксения прислоняет рукоятку поверхности кожи но еще не нажимают на кнопку иглы холодные как только на кнопку она нажимает пошла энергия иглы нагреваются и они как нож масло входит в кожу то есть болезненность которая испытывают пациенты которым делают процедуру игольчества рф она связана в основном с тем что иглы разрывают просто ткань то есть когда мы имеем большие по диаметру иглы когда мы имеем например тупые иглы я знаю один аппарат у которого есть наконечники которые затачивают но здесь мы этого не делаем это в принципе невозможно потому что иглы реально микроскопически если вы потом куда-нибудь посетите наш офис да и идите в живую эти иглы и даже трудно рассмотреть ну 150 микрон диаметры здесь мы имеем горячие иглы и очень тонкие они за счет того что они очень тонкие и очень мало травмировать поверхность кожи за счет того что они как бы горячие момент они опять же очень мало травмируют кожу поэтому процедура и комфортно проходит в свое время мне это было удивительно даже на себе когда пробовал эту процедуру то есть если ты прислоняешься наконечником не нажимая кнопку на рукоятке и пытаешься вдавить наконечник в кожу это больно а если ты нажимаешь кнопку на рукоятки то иглы входят в кожу но это уже не больно это вот связано с тем что как входит в кожу горячие и еще вот ксения сказала что рукоятка вибрирует зачем вибрация нужна то чтобы вот иглы мягче мягче вошли за счет насчет вибрации чтобы они немножко растрясли кожу и в нее более мягко вошли дополнительные усилия не применяю для того чтобы их давить то есть в принципе тяжести рукоятки достаточно для того я просто прикасаюсь я касаюсь со мной рукояткой кожи соответственно идет импульс и они более глубоко проникает на ту глубину заявлены теперь давайте посмотрим что у нас происходит на правом фланге здесь у меня уже осталось одна минута мы греем половину лица 8 минут у нас уходит на разогрев сейчас я буду выполнять процедуры только на одной половине лица что показать но затем после того как у нас мастер-класс закончится я доделаю процедуру пациентку не отпущусь с половиной лица а сейчас ты делаешь процедуру рф динамической мышечной активации что происходит доработает динамической мышечной активации у нас происходит стимуляция мышечных волокон мы можем видеть подергивание кожи в этом случае не кожи а мышцы до мышечных волокон и я при этом я контролирую температуру прогрева вот сейчас у меня 40 градусов 44 и это постоянно меняется цифра до каких-то участках 40 таких 39 каких-то 41 градус но я уже понимаю что я достаточно прогрела кожу для того чтобы получить необходимый эффект и продолжаю пока работать все вот теперь у меня закончилась процедура закончился первый этап сейчас я работала по медицинскому глицерину сейчас я уберу глицерин просушу кожу присоединю наконечник и начну делать фракционный режим длинный наконечник 36 игл но длиной 1 миллиметр а вот про воздействие динамической мышечной активации пару слов и хотел сказать а всем знакома мышечная стимуляция миостимуляция это физиотерапевтический метод который давным давно используется можно магазине на диване купить оборудование для того чтобы себе накачать пресс то что мы делаем это не просто мышечная стимуляция не просто миостимуляция мы это делаем в динамике то есть постоянно в процессе перемещения рукоятки по кожи мы переносим электро разряд каждый раз к новым группам мышц и это позволяет нам комплексно проработать всю зону которой мы проводим процедуру то есть в отличие от мышечной стимуляции и в отличие например от уже достаточно распространенный сегодняшний день elect называется электромагнитной мышечной стимуляции да когда магнитными полями создает внутри мышц электроимпульс не сокращать в отличие этих от этих методик мы здесь все делаем движение динамики и мы прорабатываем таким образом все мышцы в проекции рукоятки то что мы сейчас делаем на лице точно такие же процедуры мы проводим в области тела например можно таким образом прорабатывать пресс или мышцы ягодиц а есть даже такая фирменная методика бат лифт когда триполярф объединяются с динамической мышечной активации и проводится процедура в области ягодиц которая ягодицы очень здорово подтягивает кстати нам нужно взять на такой мастер-класс провести что здесь происходит наши зрители обратили внимание что я уже возвращаюсь одним и тем же участком я прошу ирин в мимике улыбнуться пока они показы где залегает морщинки я могу чуть интенсивнее в этих местах пройти дополнительно то есть у меня на половину на половину лица это щечки и половина лба уже 242 импульса я вот смотрю вот здесь вот маленькое кровотечение да если есть поверхность сосуды я просто замечу что в отличие от других игольчатых рф многих других игольчатых рф которые действуют на большую глубину у которых достаточно толстые иглы они ну процедуру на этих игольчатых рф могут сопровождаться обильным кровотечением это не очень удобно в плане проведения процедур в плане лимитации здесь кровотечения нет несмотря на то что мы работаем на всю глубину рф здесь дополнительная прошла область перед ушками да если посмотрите здесь есть складчик и мне ничего не помешало обработать например дополнительную мочку как раз вся поверхность наконечника или как ощущение если мы например хотим обработать область верхнего века мы можем использовать наконечник 12 кстати вот отличие от неинвазивных рф аппарат у игольчества рф в том числе у диван и у легенд нет ограничений практически по областям применения то есть сегодня мы говорили о том как эти процедуры проводятся в области шеи то есть можно проводить процедуры в проекции щитовидной железы можно работать над областью молочной железы вот на нашей первой конференции можете посмотреть выступление жанны юрьевны юсовой она тоже использовал legend и там у него была пациентка с которым работали с остриями которые расположены на груди то есть здесь вся энергия рф она выделяется в дерме то есть мы здесь не идем глубоко у нас нет глубокого нагрева у нас здесь задача ремобилировать дырмы запускать процесс обновления с целью ее уплотнения и брак вот я еще обратил внимание что вот здесь когда мы работаем на легенды мы пользуемся педалью когда мы работаем на диване мы не пользуемся то есть у нас диван это настольный аппарат вот если его видно в кадре то он на стоит на тумбочке в практике в клинике он стоит на 100 лет он легкий очень меньше семи килограмм весит каждому меньше пяти точно не помню сколько он весит но он правда легкий и у него поэтому нет педали поскольку он не на поле и все управление располагается на рукоятке принципе что там что там мы используем одинаковые технологии но управление процедуры мышка раз вот здесь у нас что происходит здесь у нас происходит второй этап делаем фракционный рэп я использую длинные не был один миллион их тоже 36 6 на 6 наконечник я провожу процедуру действительно я управляюсь педали и здесь есть звуковой сигнал и вы слышите запекал в диване тоже есть звуковой сигнал просто сейчас мы отключили ночью здесь 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 звуковой сигнал индикация на рукоятки там индикация на кнопки здесь на прямо вот на кольце рядом с наконечником и мы это делаем вторым этапом потому что первым этапом мы сделали обычный рф вторым этапом мы делаем иглы и в этом есть особый смысл об этом сегодня говорил стефана когда он говорил про сопротивление я не знаю слышали вы или нет но я потом про это говорил тоже своем докладе нагрев ткани он зависит не только от мощности рф которым мы используем он зависит не только от силы тока переменного он зависит также от сопротивления ткани и мы когда делаем процедуру первую не инвазивный рф триполяр мы воздействие на ткани вызываем небольшой отек у нас ткани локально становятся более увлажненными и за счет этого в тканях изменяется сопротивление общей импеданс и если мы воздействуем на кожу не обработан при поляром год если мы воздействуем на кожу обработанную триполяра в это две большие разницы и на этом построена процедура вот такого комплексного воздействия когда мы сначала делаем триполяр изменяем импеданс кожи локальный и потом мы уже работаем иглами для достижения более более серьезных эффектов и если вы обратили внимание я по этому участку уже прохожу второй раз то есть я сделала первый проход и сделала началась со щеки потом перешла налог и сейчас у меня уже второй на самом деле в зоны куда это потребуется можно делать несколько проходов для того чтобы располучить те результаты которые мне нужны сейчас я здесь закончу и затем вторую половину лица и обработать а последующий пас он уже больше воспринимается очень много места на самом деле мы могли бы сюда поставить колье и кожу обдувать еще больше комфорт увеличил но вы понимаете что да это дискомфортная она не комфортно на неприятных процедуры это джинелл это не уходная процедура но вы должны понимать что здесь сейчас идет процедура на иглах один миллиметр с хорошей энергии что мощность аппарата 50 ватт но мы не используем анестезию никакую тогда как на других кончатых рф вам нужно использовать анестезию поверхностно иногда даже не не хватает я знаю процедура чисто хирургические когда вам нужно использовать проводниковую анестезию операционную и может быть даже общую игольчатый рф и больших мрф рознь здесь у нас игольчатый рф приближенный косметологии настоящий у нас здесь нету очень большой агрессии у нас здесь нету кровотечения у нас здесь нету дискомфорта и соответственно реабилитация которую вы фотографии горина александра виден например это типичная реабилитация что он будет с пациентом после после процедуры мы будем видеть красную кожу мы будем видеть отек в области лица но на самом деле это все достаточно быстро проходит это может быть течение часа пройти может течение двух часов но это уменьшается и на следующий день можем увидеть опять же небольшой отек и можем увидеть такую легкую легкое покраснение хотя обычно на следующий день лица выглядит вполне вполне хорошо вполне красиво и опять же мы сегодня сравнивали даст co2 лазером это конечно реабилитация просто диаметрально противоположная вот здесь с этой стороны мы закончили процедуру на иглах и теперь приходим на фракционный рф да вот у нас как раз мы закончили половину лица вот обработанную вместе с мочкой и необработанная сторона соответственно я наконечник убрала он в индивидуальном таком кстати обратите внимание стерильную упаковку наконечника они индивидуальные и стерильные что важно и беру соответственно для проведения процедуры поверхностного воздействия я подключаю непосредственно могу переходить здесь кстати есть цветовой индикатор поверхностные типы или иглы они немножечко по-другому выглядят у них крышечка серая то есть это принципиальное отличие как можно отличить например если вдруг не обратите внимание на упаковку соответственно мы можем начать получается мы прошли первый этап на глубине 600 микрон иглы диаметром 150 и глубиной 600 микрон сейчас у нас иглы глубиной 200 микрон и диаметр 300 это эпидермальное воздействие можно закрывать этими иглами поверхностное воздействие и соответственно эту процедуру закончится ну а ксения говорит иглы я бы называл вот этот наконечник наконечник не с иглами а наконечник с шипами потому что это да наверное по сути иглы но они очень короткие и шире в два раза чем иглы у предыдущего наконечника и я их называю шипами потому что они не пронзают кожу то есть у них нет задачи войти в кожу у них есть задача на поверхности кожи выполнить абляцию поверхностную абляцию с целью соответственно упаривание какой-то части эпидермиса и запуска процесса ремоделирования эпидермиса то есть технологии 3-фракшнл поверхности такой игольчатый рэф или фракционный рэф что правильно говорить да эти эти эта методика направлена на решение пидермиса и когда у нас случаются пациенты с комплексными проблемами да есть и нарушение рельефа и морщины и тряплость кожи при этом этих же пациентов есть нарушение пигментации неровный цвет кожи мы этим пациентам рекомендуем делать в одну процедуру сразу два наконечника а уж так если немножко дальше зайти сейчас активными были активно набирает популярность процедура которая называется пирамидальный лифтинг когда вы за одну за один сеанс используйте все возможности то есть вы за один сеанс делаете триполяр динамическую мышечную активацию игольчатый рэф и поверхностно-фракционный рэф таким образом вы как бы выстраиваете пирамиду ведя основание от мышц сторону подкожного жира потом сторону дермы и потом сторону эпидермиса и воздействуете на все слои отлично прорабатываете их получаете очень хороший результат благодаря такой одной однократной процедуре и такая методика сейчас очень популярна в седенных штатах канаде я надеюсь что наша следующая конференция она очень подробно будет про нее рассказывать здесь мы можем даже спросить пациентки насколько изменились ощущения у пациента от нормального воздействия от игл который более глубоко проникает от ощущение которое сейчас она испытывает или сейчас вот к первому значит было горит немножечко сейчас то что мы делаем практически ничего нет здесь идет воздействие на поверхность на эпидермис в основном да то есть как мы знаем в эпидермис у нас нервных окончаний нет поэтому это и не больно но и опять же по аналогии кстати с 102 лазерами мы можем как-то вот сдалека эти методики сравнить у нас есть лазер окупал с которым есть глубокая фракционная абляция и поверхностная фракционная абляция и у нас теперь есть вот такие вот риф аппаратов которых тоже есть глубокое дермальное воздействие игольчатым рф и поверхностные эпидермальные воздействия а что здесь у нас с екатерина вот здесь пациент гораздо более яркий но почему на самом деле не потому что ему сделали процедуру на другом аппарате поверьте он был ярким уже в момент когда мы ему делали процедуру триполя правильно я то есть изначально гиперамии она уже связана с тем что мы что мы разогрели кожу при помощи инвазивной а это же какой проход получается все делаю третий проход для того чтобы как раз получить такой максимальный результат потому что именно в области щек у меня наиболее выражена трофические рубцы ну и расширенные поры и гряблась кожи морщины это вот здесь сейчас прохожу третий раз сколько как нужно пациенту за собой ухаживать период реабилитации сколько вообще это реабилитация занимает что на самом деле в общем то самое главное используется випанта крем мы используем крем випантен или танцы попрос то есть обычный регенерирующих рены самое главное использование солнцезащитных средств потому что несмотря на то что мы не влияем да не как-то на меланин но тем не менее мы боимся у нас всегда есть риск после воспалительной гиперпигментации хотя конечно значительно реже возникает дачи если мы будем сравнивать с лазерами но тем не менее он всегда все равно есть поэтому очень важно использование солнцезащитных средств ну вот это то же самое сказал андре я понимаю что в его стране с его пациентками гиперпигментации это распространенная история да тем не менее он говорит что он сессию не встречается опять же да потому что в общем то количество зон повреждений здесь меньше и когда мы здесь работаем на иглах вы должны понимать что мы разогреваем в первую очередь берна объемный разогрев берна у нас нет здесь перегрева эпидермиса как на фракционных лазерах на больших процентах покрытия и у нас здесь процент покрытия получается не очень большой здесь нет задачи разрушить много ткани мы делаем это работами фракционного здесь есть задача на большую глубину в дерму доставить много вот этого нашей тепла которая будет стимулировать вот у нас подходит концу наша конференция время 14 00 я все вопросы не успел задать мы не смогли все объяснить что он здесь происходит но я думаю что основные моменты вам но он показали как аппарата выглядит как они настраиваются как они простые в использовании как проходит процедура то что они во многом похожи но тем не менее они разные она этой половине нашла процедура комбинации три поляр рф динамической мышечной активации и игольчатого рф с иглой для 1 миллиметр с аппаратом legend pro плюс на этой часть у нас шла процедура на аппарате divine про это комбинация фракционного рф поверхностного воздействия эпидермис и глубокого дермального рф с иглами 06 миллиметра вот я благодарю вас всех за внимание очень здорово что вы были с нами сегодня в течение всей нашей конференции было задано много было задано много вопросов в чате не на все мы смогли ответить пожалуйста пишите нам их мы можем на них ответить уже в персональном личном порядке и приглашаем вас на компаниях прям эстетикс на шоу-рум для того чтобы вы могли здесь уже в живую с этими методиками познакомиться с удовольствием ответим на все вопросы расскажем о том как эти аппараты применяются в клинической практике какие они преимущества дают в бизнесе и также если у вас есть сейчас какие-то вопросы по поводу окупаемости стоимости расходных материалов опять же можете их написать и наш коммерческий отдел с удовольствием я с удовольствием со всем прощаюсь до новых встреч на наших следующих конференции уверяю их будет еще очень-очень спасибо